Начнем с меньшим. Я хотел дать пример. Наш научно-исследовательский центр «Селекция» в городе Бельс. Это еще советский фремонт, это, можно сказать, союзного масштаба, то есть где там сидят люди компетентные, академики, сельхозы, кто разрабатывает именно семена, которые не только семена, то есть ту продукцию, которую можно выращивать на территории Молдовы, а не только именно специфика наших земель. Я знаю точно, что представители селекции разговаривали не с нынешним, я не могу говорить, не с нынешним министром или с предыдущим министром сельского хозяйства и обозначили эту проблему, что в связи с тем, что у нас рынок семян не контролируется и что сейчас заокеанские компании очень сильно лоббируют среди аграриев свои семена непонятного происхождения, непонятно под что они подходят, что в них вообще вложено, мне это кажется, мое личное мнение, что это генномодифицированные продукты. И они сейчас, и работники наши местные, селекции, говорят, если мы сейчас это будем продолжать, то наша земля истощится и мы превратимся в пустыню. Где был ответ? Конечно, обязательно мы это все сделаем, проконтролируем. И что, говорит представитель данной организации, говорит, что мы видим, как заходит менеджер компании заокеанская с чемоданчиком, и этот вопрос обещания по поводу решения и блокировки вот этих вот непонятных семян остается открытым. Никто ничего не контролирует, к нам заезжают сотни тонн непонятных семян, у нас непонятный урожай, а потом мы задаемся вопросом, почему Российская Федерация не хочет принимать нашу продукцию. А я вам хочу пример показать, прошлогодний пример с яблоком. Значит, в прошлом году, в январе месяце, наше молдавское яблоко просто закончилось физически. Оно было хорошей, это до града. То есть хорошего качества была хорошая цена, и что начали наши предприимчивые предприниматели местные, нехорошие на руку, они начали скупать украинское яблоко. Украинское яблоко, оно запрещено на продаже Российской Федерации. Но Российская Федерация, это не то государство 90-х годов. Там развиваются исследовательские центры, лаборатории. И что начали делать? Каждая фура, которая с молдавским яблоком заезжала, 3-4 дня лаборатория проверяла, они проверяли через яблоко, на какой почве оно было выручено. И сразу заключение, это украинское. И потом у нас на новостях выходит, вот, на Российской Федерации заблокировали, там столько-то, 20 тонн уничтожили молдавские. Так это не молдавское яблоко.